Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа, вот дебют сегодня у нас на Радио Болтком, программа Другой Мир. Каждую вторую, а может быть со временем посмотрим, может быть и чаще, с вами будет этот час проводить Татьяна Доли. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Вот большой специалист в области, как вы написали себе, сертифицированный энергоинформационный корректор, специалист по работе с внутренними ресурсами человека. Каждый человек, в каждом человеке мы говорим умер гений, но вот во всяком случае мы очень часто жалуемся на то, что что-то нам не дает реализовать эти какие-то свои таланты, возможности. И вот программа Другой Мир адресована тем людям, которые хотят выйти, может быть, за какие-то рамки, за пределы, может быть, своих самими же очерченных возможностей. И мы вот в рамках этой программы постараемся поговорить о тех возможностях, которые лежат буквально вот рядом с нами, может быть, мы не знаем, на что мы способны. И вот, может быть, еще несколько слов о планах на ближайшие программы я попрошу Татьяну сказать. А сегодня у нас будет первый гость, это Лилия Балтина, владелец студии креативной психологии, балерс-психолог, коуч и инструктор нейрографики. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Татьяна, тогда вот, может быть, несколько слов еще о том, о цели, о концепции программы. Эта программа была задумана вот в такой концепции, почему название Другой Мир. Потому что здесь планируем показать совершенно неограниченные человеческие возможности о том, что каждый человек по-своему уникален. И мы будем приглашать людей, которые могут сами вдохновлять, у которых есть какая-то определенная харизма, они сами чего-то добились в той или иной степени. И будет такая вот возможность вдохновиться этими людьми, вдохновиться их теми теориями, курсами, я не знаю, много чего будет. И здесь возможность каждого человека раскрыть в себе действительно, как правильно Олег сказал, раскрыть возможности каждого человека. Кто-то сможет увидеть в себе что-то такое, чего он, может быть, до этого даже не подозревал, что у него есть. Ну, в двух словах, примерно так. Ну, и мы начинаем, открываем вот этот цикл программ темой нейрографики. Я думаю, что многие, может быть, даже и не представляют себе, что это такое нейрографика. Вот, может быть, мы попросим Лилю рассказать, хотя бы в общих чертах объяснить, что это. Что это такое, зачем это надо. Да, да, да. И что это даёт им, да, и что с этим делать. Ну, нейрографика, как можно вообще понять из одного только названия, это что-то про нейро. Нейро сейчас модно, да. Нейро – это всё, что связано с мозгом, с нейронными сетями. А графика – это, собственно, тот способ, которым мы на это нейровоздействуем. Да, и вот в 2014 году метод молодой, он родился у Павла Пискарёва, который является автором этой методики. И нейрографика, в общем-то, это такой, можно сказать, арт-терапевтический способ, графический способ изменения воздействия на наши нейронные сетки. Что такое нейронные сетки? Зачем нам на них вообще воздействовать, да, собственно, можно же и так нам не трогать. Потому что всё, что мы делаем, всё, все те стратегии, которые мы используем, всё наше поведение, весь наш образ мышления, они прописаны в определённых нейронных сетках, да. Это такой стереотип. Для того, чтобы его поменять, чтобы наступили какие-то изменения, нам нужно как-то на них воздействовать, чтобы поменялось что-то там, да, и как следствие поменялось бы наше поведение и события нашей жизни. А нет такого, что у человека это с возрастом как-то всё костенеет, потому что мы всегда говорим о том, что вот молодой человек, перед ним как будто бы открыты все дороги, он ещё не знает, чем будет заниматься. И с возрастом, когда человек выбирает работу, то есть у него появляется там семья, он попадает в какую-то клетку уже сложившихся привычек, то есть утром он встаёт, идёт на работу, возвращается вечером, решает домашние дела, ложится спать, посмотрел телевизор, забрал из школы детей. То есть он вот живёт как будто бы в этом цикле и даже иногда не задумывается над тем, что можно что-то поменять вообще в своей жизни, изменить. Вы сейчас очень много сказали вот в этом вопросе, задали очень разных, там столько разных-разных пластов. Ну, во-первых, начнём с того, что это действительно так чисто физиологически. Потому что ребёнок рождается, я не помню, с каким огромным количеством вот этих нейронов, и через какое-то время половина из них отмирает. А почему она отмирает? Потому что она остаётся незадействованной, невостребованной. Чем дальше мы живём, чем больше мы живём, тем больше у нас формируется тех самых поведенческих, динамических стереотипов, то есть вот тех самых сеток прописанных, которыми мы регулярно и пользуемся. Чем старше мы становимся, тем чаще мы пользуемся именно уже наработанными вот этими сетками и не образуем новые. Соответственно, они отмирают, отмирают, отмирают. Остаётся только необходимое. Ну, организм так устроен, ненужное, оно как-то там уходит. Поэтому вы абсолютно правы в том, что мы деревенеем со временем, объективно у нас становится с возрастом меньше энергии, плюс лень наша человеческая, плюс незнание того, что с этим можно что-то делать. Хотя на самом деле, и для профилактики того же старения, и физиологического старения мозга, и старения вообще, нам очень полезно развивать, создавать новые привычки, новые нейронные связи, новые сетки. Это то, что, в общем-то, может продлить нашу бодрость, нашу молодость, и, ну, и, да, как следствие жизни. Почему получается так, что вот какие-то люди, вот как дауншифтеры, они могут бросить всё, уехать на Гуа, кто-то отправится в путешествие, кто-то очень легко меняет работу. Есть люди в бизнесе, которые очень активно, вот сразу они вдруг какая-то идея, они могут организовать других людей, вдохновить. Ну, то есть у них всё время как будто бы вот мозг работает в какой-то совершенно, ну, в другом цикле. То есть они хотят что-то создавать новое, а не воспроизводить старое. Ну, и это тоже так. И вот этот вопрос не столько к нейрографике, сколько к нейронауке, да, это о том, что как мы расходуем нашу энергию, да, сколько у нас её и насколько эффективно мы её расходуем. На самом деле очень большое количество людей находится сейчас и живёт сейчас в ситуации эмоционального выгорания, да. Это тогда у нас просто нет на это сил. Вот те люди, о которых вы рассказываете, это такие энерджайзеры, у которых очень хорошо с энергией, у которых хорошо заряжена батарейка, которые находятся в хорошей форме, да, физической, в энергетической форме, и они способны вести за собой, да, они способны увлекать. Для этого нужна вот эта вот свободная энергия. Чем у человека её меньше, тем мы больше сосредоточены на тех только вещах, которые обеспечивают нам какой-то вот, ну, минимальный, да, комфорт и выживание. Ну, вот. Ну, это вот то, о чём мы начали разговор, что на самом деле, любой способ, который даёт нам какой-то энергетический потенциал, он даёт нам возможность и раскрывать себя. Потому что человек, у которого ресурс есть только на жизнеобеспечение, ему действительно трудно думать о каком-то творчестве, о какой-то реализации, о каких-то развитиях и так далее. Да. И если можно ещё, да, вот про эту вот энергию, про которую нейрографика, кстати, это тоже один из способов, как можно за счёт изменения вот этих своих стереотипов поведения, стереотипов реагирования, изменения стереотических, ой, пардон, динамических стереотипов в итоге, да, как можно подзаряжать свои батарейки, как можно на них воздействовать. Я хотела прокомментировать про ГУА, да, потому что дауншифтинг дауншифтингу рознь. Потому что иногда бывает дауншифтинг, как очень здоровая реакция, как очень здоровое поведение, очень здоровая реакция человека на то, что происходит. Он понимает, что он устал, что он выгорел, что ему нужно просто взять паузу и отдохнуть. Потому что на определённой стадии эмоционального выгорания, ну, на третьей стадии эмоционального выгорания, это уже необходимость взять паузы. Причем это паузы минимум два месяца. Вот по-хорошему взять, вот так вот уехать на Гуа, да, и вот там вот отдохнуть. Это самое разумное, самое замечательное, что можно сделать для себя. Это один вариант. Другой вариант, менее радостный, это когда люди начинают дауншифтить уже потому, что они просто по-другому не могут. Потому что мы можем, мы люди, мы можем довести себя до такой степени истощения, эмоционального истощения, да. Это не просто слова, это не просто усталость, это физические изменения, это истощение префронтальной зоны, да. Когда люди уже просто-напросто даже теряют навыки. И в какой-то момент это становится, этот процесс, необратимым, да. И он уезжает, и он начинает, ну может быть тогда не Гуа, он начинает дауншифтить просто потому, что он уже не может выполнять задачи той степени сложности, с которыми он легко справлялся до этого. Ну вот способ всё-таки нейрографики, что он… Что это такое, да. Да, как он работает. Что это вообще такое, как он работает. Это нейрографика. Да, да. На самом деле такая совсем идея-идея, может быть она не революционная, не новаторская, да. Огромная заслуга автора метода, как он это оформил, как он это преподнёс, как он это объяснил. Вообще ещё Сеченов описывал такой механизм о том, что любое наше движение, любая наша эмоция, она заканчивается движением, да. То есть любая наша вот эмоциональная, ну да, эмоция, в общем мысль, да, она выливается. Она где-то прописана, выходит в мышцы. И по идее мы должны ей дать выход наружу, да, в виде движения какого-то. Таким образом нейрографика использует этот механизм, потому что нейрографика это не просто каляки-маляки. Если вот вы видите, ну вы видите там на рисунке, например, на визитке у меня нарисовано, да. Или может быть кто-то легко в гугл залезть, посмотреть, что это такое. На вас вывалится куча красивых ярких картинок, да, которые на первый взгляд, я так тоже могу, да. Это не просто каляки-маляки, это не просто рисунки. Это рисунки, заряженные, заряженные в кавычках, конечно, несущие в себе психологический отпечаток автора. То есть нейрографика, она начинается с чего? С того, что мы делаем определенное предъявление своей задачи, своей проблеме листу, да. Мы графически изображаем свою проблему. Причем мы ее изображаем спонтанно, да, мы ее не прорисовываем. Да, извините, но не то, что мы рисуем портрет тещи, условно говоря, да, то есть это имеется в виду что-то другое. Да, да, то есть в нейрографике мы это делаем так. Мы, у нас любой рисунок, который мы выполняем, он на какую-то тему. Это не просто рисунок не ради красоты, да, он в это решение задач на определенную тему. Мы соединяемся с этой темой, может быть, с негативными сторонами, да, этой ситуации, того, что мы хотим изменить. Ну, позитивно-то мы исходим, и нет, логично с негативным, да. И мы предъявляем в виде выброса в нейрографике, это называется выброс, в виде таких каляк-маляк мы предъявляем листу, да. Это то, что мы вот, это, скажем так, можно сравнить такое нехирургическое операция на мозг, да. Вот это мы открываем нашу коробочку, и мы выкладываем нашу проблему на лист. А если я не умею рисовать, не могу изобразить свою проблему? Линию рисовать умеете? Да. Вот, всё. А цвета здесь имеют значение? Цвета, они вступают потом, и они имеют, конечно, какое-то значение, да, но это не главная идея, не главный смысл нейрографики. Конечно, важно, какой цвет вы выбираете, почему вы его выбираете. Это тоже анализируется специалистом. Вы знаете, это не анализируется специалистом, вы можете это анализировать, для этого есть другие специалисты, тот же Люшер этому посвятил очень много внимания, да, вы можете этим заниматься. Главная цель нейрографики не в этом, главная цель нейрографики в трансформации. Трансформации вот того, что вы выложили на лист, да, грубо говоря, как трансформировать, как переделать свою проблему, да, вне проблему, в решение. Вот об этом, как это всё переделать, мы поговорим буквально через несколько минут. Продолжается программа «Другой мир» в студии Татьяна Доля. У нас сегодня в гостях хозяйка студии креативной психологии Балерс, психолог и коучи, инструктор нейрографики Лилия Балтина. И вот всё-таки мы хотели бы с Татьяной как-то конкретики, вот всё-таки понять, в чём, вот как происходит физически, вот если я прихожу и говорю, вот у меня проблема. Вот проблема, например, хочу написать книгу, но вот у меня, ну вот какой-то ступор, вот, ну нету времени на это, есть какие-то внутренние страхи, что, ну вот я потрачу время на её написание, а её никто не прочитает, это будет неинтересно, никому не нужно, вот зачем, вроде, с одной стороны, хочется написать, вот что мне вот тогда нужно будет делать. Замечательно, замечательный запрос, абсолютно для нейрографики, абсолютно такой коучинговый, супер. Что вам нужно делать? Ну смотрите, если вы хотите написать книгу, вы сказали, что, во-первых, вы боитесь, да, во-вторых, эти страхи связаны с тем, что это, может быть, получится плохое, может быть, это никому не нужно, но про то, что нужно и не нужно, это только время покажет, да, сначала нужно её написать. И очень часто страх, что такое страх? Страх носковый, да, он страх, он так вот зажимает и не даёт, в общем-то, вообще шевелиться и вообще ничего делать, даже начать. Здесь вот нейрографика классно помогает. Здесь что мы делаем? Если бы вы пришли ко мне вот с этой задачей, я бы вам дала лист, я бы вам дала маркер, я бы вас попросила сосредоточиться, представить, чего вы хотите, оптимистичный вариант развития этих событий. Если вы хотите написать, значит, у вас есть какой-то, да, у вас есть какой-то оптимистичный вариант и пессимистичный вариант. Вы бы соединились, прояснили для себя, как бы это было бы замечательно, когда это всё произойдёт. Дальше мы соединились с вами с вашими страхами, да, то, что не даёт, то, что не пускает. Я извиняюсь, у меня сразу вопрос возник, то есть эта работа сразу идёт вдвоём со специалистом, то есть вот человек садится, да, и вы вместе, вместе этот вопрос, то есть вы как наблюдатель ведёте, правильно я понимаю? Эта работа может происходить в двух форматах. Первый вариант, вы не хотите изучать ничего, никакую нейрографику, никак это работает, никак это устроено, вы хотите просто пришить и решить свою проблему, да? Тогда мы работаем со специалистом, тогда вы приходите, и я вам говорю шаг за шагом, что вам делать, да, вот сейчас мы делаем это, 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 это. Другой вариант, вы приходите на обучающий курс, да, изучите, как это работает, и дальше вы самостоятельно уже прорабатываете массу запросов, какие у вас появляются в течение жизни, да, то есть такие два варианта. Мы сейчас вот рассматриваем вариант, пришёл Олег, который хочет написать книжку, и вот страх какой-то ему там не даёт. А что мы делаем? Мы соединяемся с этим страхом, мы его представляем, да, ощущаем. В общем-то, желательно так хорошо ощутить, где он в теле вообще прописан, да, где он там живёт, где больше всего возникает напряжение в этом теле, какие мысли возникают. Можно сразу вопрос? Вот ваши клиенты, кто к вам приходит, они действительно все сразу могут определить, где у них есть этот страх, или некоторые не сразу могут? Вот как? Да. Потому что есть люди, которые, ну, которые уже проходили какие-то практики, они где-то были, у кого-то работали уже какие-то вещи, они знают. А если вот человек совсем не знаком, он сразу может это почувствовать? Вот вы очень чётко поймали этот момент, именно с ощущениями в теле возникает очень много вопросов. Да. Мы по своей сути, наша культура, мы такие головастики, да, мы знаем где, мы знаем как, мы можем предположить, где бы он живёт, а вот почувствовать, это вопрос практики. На самом деле тело наше, наши эмоции, наша психика – это разные этажи одного и того же здания. Обязательно, любая эмоция, любая, позитивная, негативная, какая бы она ни была, у неё обязательно есть представительство в теле. Другой вопрос, можем ли мы с ним настолько соединиться и его почувствовать? Замечательно, если это удаётся. Что мне нравится в нейрографике, нам не нужно вот как-то вот очень чётко, нам важно хотя бы просто определить, где оно живёт, да, и что это? Это жарко, это холодно, это напряжение, это приятно, это неприятно. Это способ почувствовать себя в первую очередь, начать чувствовать себя, потому что очень многие люди, они правда совершенно не могут чувствовать, просто добавлю свои два слова, да, многие люди вообще не могут чувствовать, вот есть люди, которые не чувствуют боль, да, им не больно, они стараются сделать так, чтобы им было не больно, но они также и не чувствуют, когда им очень хорошо, потому что они закрывают себя от боли, они закрывают, соответственно, себя и от положительных каких-то эмоций. Поэтому этот способ, он замечательно помогает человеку начать чувствовать в первую очередь, если он не чувствует какие-то вещи. В нейрографике у нас в неразрывной сцепке идут наши эмоции, наши мысли и наши ощущения. Эти три фокуса внимания, которые постоянно, на которые, на три фокуса, на которые разделяется наше внимание, они постоянно с нами. И это один же, кстати, из таких вот важных условий нейрографики и, скажем, тех моментов, которые обеспечивают эффект. Так вот, вернемся к нашему страху, к нашей книжке. Вот он, страх, вот он. Вы пришли, вы сели, я вам дала лист, я вам дала маркер, вы соединились с тем, что вы хотите, вы соединились с тем, что вам мешает. Вот это вот то, что нам мешает, это находится, если вы знакомы с пирамидой Дилтса, с уровнем, это прописано на уровне наших убеждений. Мне страшно, я не смогу, я там, да, и прочие разные-разные тексты в голове. Вообще идеально, может быть, мы с вами их даже на бумажке выпишем. Вот эти все фразы, которые нас заставляют бояться. Дальше вы соединитесь с этим вот страхом своим и сделаете выброс в виде таких вот резких каляк, маляк, я не знаю, как по-другому их назвать. Правильно, правильно, это доступно и понятно каждому человеку. Доступно и понятно, таких вот резких, знаете, как дети бывают, эмоционально. Вот так вот, вот если порвался лист, там еще сломался маркер, ну вообще, вот, вообще молодец, да, вообще хорошо выбросил. Вот, да, то есть таким образом эта линия у нас получается, да, опять же в кавычках заряженной, да, очень индивидуальной. И по линии, кстати, можно вообще, так это, не гадать, но определить, насколько вообще человек готов решать этот вопрос, насколько, да, насколько он вообще на данный момент времени может себе это позволить. Потому что, потому как эта линия нарисована, какая она резкая, какая она круглая, какая она, с каким она нажимом сделана. Вот, вы сделали, вы нарисовали эту линию, вы предъявили это листу. И дальше вступает вот разработанный автором метода замечательный алгоритм, который состоит из семи пунктов, да, из семи шагов, что нам нужно сделать с этой линией, чтобы этот наш страх преодолеть, да, понимаете, наша задача не столько даже страх преодолеть, сколько книжку написать, да, понимаете, страх это нормальное, это такой наш привет из нашего рептильного мозга, да, который, в общем-то, конечно, любой будущее связано со страхом, и убрать страх это, в общем-то, мягко говоря, непрофессионально. Но сделать так, чтобы его уменьшить, его проявление уменьшить, сделать так, чтобы он не мешал написанию книги, это, вот, нейрографика с этим справится вполне, да. Здравый смысл остаётся, риски остаются, да, всё это остаётся. Ну, это естественно. Но вот этот страх, который парализует и не даёт вот сесть и начать. Ну, скажем, я, например, всё время считаю, что мне не хватает времени вот для этого. То есть я смогу просто усилием воли перестроить свой рабочий график таким образом, чтобы находить время всё равно, вот, если я поставил целью, то есть полчаса, предположим, в день, там, я с утра встаю на полчаса раньше, и с утра сажусь за письменный стол и начинаю что-то писать. У вас, Олег, очень хорошие вопросы. Про время, да, нехватка времени, ведь на что-то же хватает. Вам же хватает времени поесть, да, вам же хватает времени прийти на работу, там, не знаю, выйти вовремя из дома. Это вопрос вот этого планирования приоритетов. Нехватка времени – это, скорее всего, будет разговор и посыл того самого страха, который сковывает, ну, и который как-то объясняет, да, потому что нам же как-то надо объяснить себе, почему я этого не делаю. Так вот, интересным следствием нейрографики, как правило, является то, что вы понимаете вдруг потом, когда мы с этим страхом разобрались, да, вы вдруг понимаете, что, во-первых, хочу, во-вторых, могу, в-третьих, и время как-то находится, да, это называется внутренней мотивацией. Когда она не идёт от слова «надо», да, от слова «надо» и я плохой, вот я с этим не справляюсь, а когда она идёт от «хочу», «хочу» и «могу». Ну вот это, о чём мы говорили, что открывается этот внутренний ресурс, он потихоньку открывается незаметно, и человек не сразу может это диагностировать, что вот я сейчас раскрылся, он, правда, потихонечку у него начинает высвобождаться вот этот его ресурс. Но получается вот как-то даже странно, то есть получается, что одна каляка-маляка, и вдруг я ощущаю… Вы знаете, иногда это именно так. Иногда этих каляк-маляк надо сделать не одну, да? Это, знаете, как мне нравится аналогия с Шерлоком Холмсом. Помните, у него было дело на одну трубку, и дело не на одну трубку. Так вот, есть дело на одну каляку-маляк, а есть дело на… Потому что, допустим, если вы решаете какой-то… Чем свежее вопрос, чем свежее задача, чем проблема, тем она быстрее решается. Например, самое классное решает – свежие конфликты. Вот замечательный вообще способ. Свежий стресс, свежие конфликты – это вообще вот для нейрографики, как для мета, да, это такие семечки. Допустим, какие-то отношения, которыми… Ну, человек живет там 40 лет, или, как у меня бывает клиент, они в 60 лет, такие могут вопросы и задачи перед собой ставить, как с мамой отношения выясняют, да? Если, пардоните, 40 лет или 60 лет – это было вот так, да, и оно накапливалось, то смело, конечно, было предполагать, что хоп, один рисунок и все. Но серия рисунков и изменения – 100%. Но иногда, кстати, ну, не хочется как-то, может быть, быть чересчур оптимистичны, но это правда, и моя практика это подтверждает, что первые изменения даже в таких застарелых вопросах, они происходят, даже с первого рисунка. Какой вот чаще всего круг проблем, которые решают люди вот при помощи этого метода нейрографики, они связаны, вот как вы сказали, там, с конфликтами с людьми, сомнения там, не знаю, в своих силах, какие-то, ну, то есть, вот, что чаще всего пытаются решить при помощи нейрографии? Я бы, наверное, сказала, что тоже, что и при помощи любых других методов. Что для людей самое важное? Отношения, деньги, да, работа, страхи, стрессы. Это первая система, которая… То есть, получается, что если человек хочет, ну, не знаю, ну, разбогатеть, сложно говоря, ну, какой-то вот бизнес, который даст ему, ну, то есть, он может это тоже прийти с такой, ну, может быть, даже вот тонны еще не… Или, например, молодая девушка, хочу вот замуж за вот обеспеченного, богатого, любящего. Это тоже… Вы знаете, вы знаете, очень интересно, спасибо, тоже классный вопрос, да. Здесь вопрос, вам в шашечки ли ехать? Вам этот любящий, он должен обязательно иметь вот весь этот комплект, который вот в это входит, да? В общем-то, про приоритеты и про то, что действительно вот наше иногда желание… Мы в нейрографике, когда мы определяем тему, у нас есть тест, как определить вообще, про то оно или не про то, да, про желание, вот оно под… в кавычках, опять же, подлинное или неподлинное, потому что масса существует вопросов, масса запросов, вот в частности, которые вы сейчас про девушку задали, да, который идет из каких-то вот таких вот стереотипов… Услышанных, увиденных, навязанных. Насколько это ее, понимаете, если он обеспеченный, что он этим хочет решить? Это вопрос, понимаете, это вопрос, нас отправляет к нашим инстинктам, да, к безопасности, да, скорее всего. Ну вот на самом деле здесь и нужен специалист для того, чтобы, когда делается такой запрос, специалист плавно-плавно, начиная, задавая свои вопросы, выводит человека, она начинает понимать, та же девушка, что может быть этот пункт уже не так важен, этот пункт не так важен, то есть остается тот самый-самый важный пункт в первую очередь, в общем-то, что же она хочет в мужчине, которого она хочет встретить, в первую очередь, что для нее самое важное. Могу раскрыть секрет, тест, как определить вообще это желание вообще про вас или не про вас, насколько оно ваше и насколько оно навязанное, да. Если вы можете себе представить, ну, реализованное это желание, когда вы думаете об этом, если у вас есть отклик в теле, опять же, да, и какой это отклик, вот это будет ответом на ваш вопрос, оно или не оно. Вот если у вас есть ощущение, когда вот представила, что вот он мой принц, да, и бабочки в животе. Да, или там что-то всё потеплело. Понимаете, такой сигнал тела, в этом есть иногда, туда надо идти, туда можно идти. А если вот отсюда, вот опять же, те же вопросы очень часто про деньги вы спросили, всё вкусное сразу, способ разбогатеть, отчасти да, отчасти это тоже способ, потому что очень часто наши какие-то там невозможности увеличения заработков, они связаны опять же с нашими стереотипами, с этими нашими ограничениями, ограничениями, которые однажды сформировались, да, и в виде убеждений, и в виде опять стереотипов поведения, да, социальных стереотипов, они сформированы и они работают. Вот переделывая вот эти вот, вот эти сетки на заданные темы, мы расширяем наши представления, и обязательно приходят какие-то новые возможности. Таким образом, это да, действительно способ увеличения, да, потому что у меня масса клиентов, это, конечно, очень приятно всегда слышать, такие отзывы, которые приходят, говорят, ой, а у меня вот это, вот это, вот это, да, и именно в материальном плане они рассказывают, там, и в цифрах, и есть в нейрографике такой, один из приемов, денежная мандала называется. Приходят одни девушки, они один раз пришли их рисовать, приходят в следующий раз, мы такие, говорят, слушайте, да вы что же рисовали? Слушай, мы в прошлый раз так удачно нарисовали, у нас тут-то-то произошло, мы так классно, мы будем приходить рисовать, и процесс приятный, и результат. Мы не будем там изучать, как это все строит, ну, нам нравится, нарисовали и получили, да. А если у человека, например, вот ему нужно сделать важный выбор, ну, предположим, он в сомнениях, например, вот он получает приглашение куда-нибудь, ну, вот отправиться на работу за границу, но с другой стороны, вот он испытывает страх и сомнения, получится или нет, или там остаться дома. Он может, например, решать вот этот, ну, вот вопросы выбора, например, через нейрографику? Вы знаете, вопросы выбора, это, знаете, переложить, конечно, на нейрографику ответственность за выбор, да, ну, не получится, да, но прорисовав свои сомнения, прорисовав свои страхи, обязательно. Но решение, оно просто само может прийти. Оно придет, да, потому что, ну, решение, да, потому что это все равно, скорее всего, вот если разобрать на какие-то составляющие вот эти вот ломки, да, ломки, муки выбора, если их разобрать на составляющие, там же будет вечно конфликт между хочу, надо, да, стране будущего, мое, не мое. Там будет такой целый-целый коктейль. Когда человек, как только человек понимает, может, имеет возможность понять, что из этого всего наиболее мое, это дает силы, да, и это дает, это позволяет определяться с выбором. У меня сразу вопрос, все-таки вот этот метод нейрографики, Павел Пискарев, фамилия русская, то есть я понимаю, что он из России. Или это, насколько, ну, то есть этот метод, он локально российский, или он имеет какое-то международное признание, или, во всяком случае, распространение? Сейчас он очень распространен, он очень модный, да, я не побоюсь сказать этого слова, да, потому что он действительно, он легкий и доступный в своем применении, он очень красивый, и он поэтому по планете шагает очень, нет, наверное, сейчас континента, где не происходит обучение. И потом тема вообще раскрытия возможностей нашего мозга, она сейчас вообще очень популярна. И везде, и во всем мире эту тему сейчас развивают, открывают, поднимают, и так как этот способ один из, то он действительно очень быстро набрал эту популярность. Он передовое на волне, на самом деле, исторически вообще Павел, насколько я знаю, он из Одессы. Сам метод был открыт в небе над Тель-Авивом. Да, живет он в Питере, преподает, в общем-то, да, и в основном, да, в основном, конечно, база обучающая, она находится в России, но сейчас я знаю, что прошел инструкторские курсы в Германии, да, то есть инструкторы – это те люди, которые получают право преподавать именно этот метод, да, не столько обучать. Да, инструкторы есть везде, есть в Америке, на многих, в Израиле, в Германии. Я думаю, нет страны, где их нет уже на данный момент. Там очень большое количество, десятки тысяч людей в это движение вовлечены, да. Ну вот, прослушав уже всю эту историю, по крайней мере, сложилась какая-то картинка, и, в общем-то, тот вопрос, который у меня был подготовлен, можно ли навредить этим методом, потому что будут разные методы, о которых мы будем рассказывать в нашей программе «Другой мир», разные предложения, раскрытия, да, и всегда будет этот вопрос, чтобы не пугать людей, можно ли навредить. Но в данном случае я уже понимаю, что навредить, наверное, здесь невозможно. И да, и нет. Да, вот тогда расскажите по-подругому нам. Если вы рисуете нейрографику самостоятельно, один на один, даже если вы делаете что-то неправильно, навредить себе вы не можете, потому что ваше мудрое, бессознательное, ваш рептильный мозг вам просто не даст этого сделать, да, там всегда стоит, у нас, мы не так просты, у нас такая защита от дурака стоит, да. Вломиться сами к себе и навредить в этом плане мы не можем рисованием. Мы можем навредить, и нужно быть аккуратным тогда, когда мы работаем с кем-то другим, потому что… Имеется в виду специалист, к которому мы приходим. Да, да, вот здесь вот это важно, вот здесь это ключевой момент. Наверное, я не могу сказать за все методики, наверное, но я думаю, что к большинству из них это именно относится. Все вещи, которые связаны с использованием трансовых каких-то состояний. Потому что в нейрографике, это я вам рассказала только в процессе какой-то самый первый, самый начальный вход в нее, в этот рисунок, да, потому что все, что дальше там происходит, все эти вот эти 7 пунктов, алгоритмов, когда мы трансформируем эти линии, когда мы их скругляем, когда мы вводим специальную нейрографическую линию, да, изменяем, вносим цвет. Это очень-таки трансовые вещи, да. Ну, не надо бояться этого слова, медитативные вещи. Моя однокурсница провела, сделала замеры по поводу, она исследовала концентрацию внимания при рисовании нейрографической линии, концентрация внимания составляет 70 до 100 процентов. Это очень высокий уровень, да, потому что люди медитации пытаются добиться вот этого, вот такой цифры очень-очень долго. Одно само по себе, правильное, грамотное рисование специфической вот этой нейрографической линии, оно автоматически вводит нас в это состояние. О пользе медитации уже говорить, наверное, уже как-то, уже и так, мне кажется, это те вещи, которые все знают, да, насколько это полезно, насколько это для нас целебно. Но мы в этот момент становимся уязвимыми. И в этот момент, да, вот здесь вот очень важно, почему я сказала, важно, кто вас ведет через этот процесс. Да, да. Мне рядом с кем, да, да, Олег предпочитал. И рядом, кто рядом с нами находится, да. Потому что это тот, ну, не побоюсь слова, проводник вот в этот, в наш внутренний мир, в наш этот процесс, в наш трансформационный процесс. Потому что, к сожалению, я, например, видела, сталкивалась в работе с такими вещами, когда люди, претендующие на специалисты нейрографики, они говорят о том, что, вы знаете, я вижу по вашему рисунку, у вас проблемы по отцовской линии в третьем поколении, и пока вы это не решите, счастья вам не видать, приходите ко мне, там, мы, там, я. Понимаете, самозабывающихся пророчеств никто не отменял. И когда мы находимся в таком нежном состоянии, вот это открытом состоянии, да, и нам кто-то вкладывает вот какие-то такие, в общем-то, с профессиональной точки зрения, очень неграмотные вещи, они становятся реально опасными. Это, правда, очень важный вопрос, которым мы будем касаться со всеми специалистами, с которыми мы будем встречаться в дальнейшем, потому что это, правда, не навредить это в первую очередь. Ну что же, у нас вот первая, можно сказать, такая программа, программа «Другой мир», мы будем встречаться сначала, вот, может быть, через неделю, затем, может быть, и чаще. Если у вас будут вопросы, мы будем с удовольствием принимать ваши звонки, также вы можете писать нам, задавать вопросы на наш WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Сегодня вот в нашей студии была хозяйка студии креативной психологии Баларс, психолог-каучи, инструктор нейрографики Лилия Балтина, и эту программу провели Татьяна Доля, Олег Пека. Спасибо большое всем, до новых встреч. Спасибо. Спасибо.